Зал торжественных приемов в правительстве Рязанской области заполнен молодыми и опытными представителями средств массовой информации. Все они в томительном ожидании. На творческий конкурс «Хрустальный журавль-2021» было подано свыше тысячи заявок от журналистов области. Более 50 из них стали лауреатами. Я искренне благодарю всех за участие, за труд, за творчество, за талант. Хочу отметить, что в конкурсной комиссии в последнее время все труднее, определяет самых лучших. Конкуренция очень серьезная, особенно в профессиональных номинациях. Уровень работы сам по себе очень достойный, как у региональных, так и у районов, СМИ, газет, телекомпаний, радиостанций. Телекомпания «Город» в этот раз получила три награды. Первая из них как раз в профессиональной номинации – приз за лучшую тематическую программу. Мы поняли, что эта программа нужна не только взрослым, но в принципе многим. И теперь она отмечена на таком высоком уровне. Большое спасибо. «Связь поколений» – новая телевизионная программа, в которой молодежный сленг играючи переводится на взрослый язык. Современные популярные слова и увлечения становятся более понятны старшему поколению. Станислав Кудряшов, автор идеи программы «Связь поколений», рассказал, как появилась идея создания проекта. Вообще на идее программы меня вдохновили мои родители. Мы как-то сидели за столом, обсуждали совершенно обычные вещи для нас с вами. Там лайки, соцсети, какие-то такие вещи. И то, что им непонятно, я объяснял. Я подумал, что возможно, такие же вопросы возникают у людей их же возраста. Я подумал, что стоит сделать такую программу, в которой объяснить это людям. И когда мы стали создавать программу, во-первых, мы сами многое для себя что узнали, когда искали темы. Некоторые вопросы мы задавали своим молодым коллегам, например, чем отличаются «Симпл Димпл» и «Попыт». И многие делали круглые глаза и спрашивали, а что это? Получается, что программе «Связь поколений» удалось привлечь не только взрослую и молодую аудиторию, но и внимание профессионального жюри. Еще одной наградой удостоился соавтор программы «Связь поколений» корреспондент телекомпании «Город» Валерий Седов. Он стал победителем в специальной номинации «Городская среда» и «Муниципальные инициативы». Это уже третий хрустальный журавль, который получил Валерий за свою профессиональную деятельность. На самом деле, вот эта награда, это награда не одного человека, это награда целой команды. Здесь есть и часть оператора, часть монтажера, часть журналиста, часть редактора, который очень жестко порой может переписать какую-то часть текста. Но, тем не менее, все это – это совместная награда группы людей. Валерий говорит, что каждый сюжет, в который журналист вкладывает душу, может стать призовым на этом творческом конкурсе. В этот раз жюри оценили его работы, рассказывающие об инициативных горожанах, которые благоустраивают территории в нашем городе. Еще одной награды конкурса «Хрустальный журавль» удостоилась корреспондент телекомпании «Город» Анна Герцовская. Она получила приз в специальной номинации «Папа, мама, я» за сюжет, открывающий двери в дом ребенка. В нем рассказывается об успешной реабилитации деток, которые находятся в доме ребенка. Еще множество других наград получили различные рязанские и областные СМИ. Ну а главный приз конкурса «Гран-при» в этот раз получил совместный проект издательства «Пресса» и газеты «Комсомольская правда» и их фильм «Дорога домой». Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...